Узнавать об истории Бреста можно по фильмам и художественным книгам, но реалистичнее и полнее всего картину прошлого передают языком фактов и цифр беспристрастные документы архивов. В Брестской областной библиотеке было презентовано четвёртое издание в серии уникальных сборников архивных документов под названием «Брест в 1944-1953 годах». В сборник включены документы, иллюстрирующие восстановление разрушенного города, деятельность органов госуправления, партийного аппарата, развитие экономики, хозяйства, промышленности, торговли, системы продовольственного обеспечения, состояние здравоохранения, образования, культуры, спорта, в общем, абсолютно всех сфер жизни города в первое послевоенное десятилетие. Мы сейчас живём в таком, знаете, уютном, в таком благоустроенном городе, чистеньком, приятном. А теперь представим себе, каким увидели город его освободители в 1944 году. Руины, много руин, разрушенная инфраструктура, уничтоженная электростанция, население почти не осталось. Вот, оккупанты, в кавычках, заботливо растолкали это всё по расстрельным ямам. Вот, некому жить. Вот, и, вот понимаете, тот путь, который прошёл разрушенный, обезлюдивший город до города, в котором хочется жить, вот это надо ценить. Так, например, согласно статье сборника главного архитектора города Бреста Лукашевили от 7 февраля 1945 года, мы узнаём, что населённый пункт подвергся со стороны немецко-фашистских захватчиков значительному разрушению, объём которого определяется в 42%. Далее он отмечает, что в работу по составлению генерального плана реконструкции, восстановлении и застройке Бреста включён ряд выдающихся архитекторов страны. И это выдержка лишь одного из 349 документов сборника, выявленных в 27 архивных фондах. В архивах на сегодняшний день хранится более миллиона 700 тысяч дел по истории Брещена. И вот это использование документов, оно в различных формах проявляется. Это и экскурсии по архивам, это и выставки, и уроки для школьников, это и публикации в средствах массовой информации, это и работа читальных залов, и, конечно, вот такая публицистическая деятельность в виде издания сборников. Конечно, это колоссальный труд и большое будет подспорье для обучения студентов, учёных, краеведов, историков и для наших архивистов. Издание выпущено ограниченным тиражом в 150 экземпляров, часть из которых будет передана музеем, университету, а также библиотеке, где с его содержанием сможет ознакомиться каждый желающий. А вот быть ли пятому сборнику, посвящённому истории Бреста в следующий исторический период, покажет время.